Югра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы каждое решение сейчас, прежде чем его принимать, рационально оцениваем. Ну вот, сколько вешать, как говорилось в известной шутке. Вот, и тогда, когда мы это себе открыто заявляем, фиксируем нормативно-правовых актов, публичных нормативно-правовых актов, мы можем говорить об определенной степени открытости, уважения и, следовательно, усиления возможностей достижения тех эффектов, которые планируем. Чтобы понять масштаб промышленности в Югре, достаточно посмотреть на эти цифры. В общей сложности в округе работают более трех сотен крупных и средних предприятий, в том числе ведущие компании России. На долю региона приходится 7% объема всей произведенной в стране продукции. В промышленном секторе экономики трудится больше 250 тысяч человек. Если разбирать по отраслям, то здесь следующая картина. Естественно, большая часть предприятий, 80%, работают в сфере добычи полезных ископаемых. Еще 15% предприятий занимаются обрабатывающей промышленностью. Доля энергетики в этом пироге, хоть и небольшая, всего 5%, но не менее значимая часть потенциала региона. В этом году на промышленно-инвестиционном форуме свои экспозиции представили 40 ведущих компаний. Они работают в сфере нефтедобычи, нефтесервиса, машиностроения, энергетики, легкой промышленности, обработки древесины. В общем, полный спектр производств. И для губернатора важно понимать, чем живет каждая из них. На выставке Наталья Камруа подходит к каждому из них, интересуются не только текущей ситуацией, но и планами по развитию. Например, свое оборудование представила компания Масс-Сервис, которая заменила на российских месторождениях одного из самых крупных американских поставщиков, который ушел с рынка. Все комплектующие, то есть это корпус прибора, спроектированный в России, выполняется с применением, ну и изготавливается российскими предприятиями. В том числе выточкой ключевого элемента, как ячейки высокого давления и так далее, все это российской сборки, и мы ведем в этом направлении. Есть гордость, есть интерес, запал, чтобы максимально вообще убрать все приборы, которые мы можем заменить, мы будем стараться заменять. И мы в будущем, вполне возможно, не будем акцентироваться только на нефтесервисе, возможно и в других тростях, потому что мы знаем, что это необходимо в стране в том числе. Молодцы. Так держать. Если что-то нужно... Отмечу, что самой актуальной темой форума стало как раз импортозамещение. Так, свой стенд был у компании, которая смогла впервые в России сделать роторно-управляемую систему. Она позволяет бурить более длинные скважины с наименьшими трудозатратами. В 2019 году мы провели первые стендовые испытания при участии специалистов «Газпром Хантус». А в 2021 году, в конце года, значит, «Газпром Хантус» нам предоставил площадку для проведения полевых испытаний, где мы пробурили пять скважин, по результату которых получили положительный результат, подтверждена работоспособность. Не обделили вниманием и тренд последних нескольких лет – экологичность. Наталье Комаровой презентовали «Центр Югра собирает». Это точка сбора вторсырья. Жители Ханты-Мансийска могут сдать пластик, стекло или макулатуру и получить за это деньги. Главное требование, чтобы все было чистое. Пока в Югре открыт только один экологический центр. Но в ближайшем будущем точки появятся в Нижневартовске и Сургуте. Вот в Югре производство работает, например, плитка, 30% пластик, песок 70%. Это предприниматель, пока небольшое производство, но планирует поддержку Департамента промышленности, что можно уже все вторсырье, которое собирается, перерабатывать и получать полезные, добавленные стоимости. Подарейки бесплатно. Но это важно, это опасные отходы, поэтому важно контролировать их обращение. Ни один форум в Югре не обходится без участия зарубежных партнеров. Вот и на ЮПФ приехала делегация из Белоруссии. В нее вошли представители промышленных предприятий, которые активно сотрудничают с нашим регионом. Отмечу, что Югру и Беларусь связывают крепкие экономические связи. Только за прошлый год товарооборот между партнерами превысил 320 миллионов долларов. Писано много соглашений, в том числе и по развитию торгово-экономических связей. Вот, в общем-то, мы сюда приехали конкретизировать договоренности, наметить планы на будущее. А планов на будущее много. Некоторые из них Наталья Комарова озвучила на одной из сессий форума. Глава региона подчеркнула, что сейчас в Югре внедряются принципы клиентоцентричности в госуправлении. Проще говоря, совершенствуются механизмы предоставления субсидий и других мер поддержки для инвесторов. Это влияет на формирование в округе квалифицированных проектных команд, которые будут сопровождать, например, создание новых производств от первого чертежа до открытия. Мы полагаем, что вот эти решения, как раз по обеспечению обсуждаемого подхода, они создадут условия для того, чтобы первое совершенствовать процесс предоставления субсидий, других мер поддержки с возможностью выбора инвесторов механизмов реализации проектов. Из 11 мы разработали 11 проектных инвестиционных режимов с разными формами взаимодействия. К слову, форум – еще одна отличная площадка для того, чтобы этих инвесторов найти. Для этого организаторы придумали специальное роуд-шоу, на котором презентовали 10 уже готовых проектов, в которые можно вложить средства с использованием механизмов ГЧП. Потенциальный объем инвестиций – 35 миллиардов рублей. Особое внимание уделили спортивным объектам. Так, в Саргутском районе планируется построить спорткомплекс с универсальным игровым залом и открытый хоккейный корт в сельских поселениях Лямина и Русскинская. Их реализация позволит обеспечить югорчан доступными условиями для занятий спортом, а также улучшит качество тренировочного процесса. Добавлю, что это новая практика для территории. Специально для этого был разработан механизм муниципальной концессии за счет средств местного бюджета с короткими сроками реализации. Саргутский район – основной положительный ЧПМО, если можно так сказать. Собственно, первые проекты, которые на территории всей Российской Федерации в направлении образования, школьные объекты, были запущены, по сути, в Саргутском районе. И та нормативная база, те практики, которые были здесь испробованы, они в основном были с программами развития образования. Сегодня коллеги на раунд-шоу представили еще новую такую концепцию по строительству, по заключению, не в долгих по срокам концессии, для того, чтобы обеспечить малые институтные пункты объектами спорта в крайне перспективное направление. Мне кажется, он будет востребован в стране в целом. Но быть губернатором большого промышленного региона – это значит регулярно погружаться в деятельность самых разных предприятий. Так, сразу после окончания форума Наталья Камрова посетила несколько муниципалитетов. Например, в Сургуте есть компания по производству снегоболотоходов. На рынке компании около 15 лет. Аналогов таким машинам в мире нет. Производители уверяют – это уникальные вездеходы. Они пройдут там, где другие застрянут. Техника востребована у нефтяников и энергетиков. Отметим, ежегодно на предприятии производят около 40 вездеходов. А сейчас здесь проектируют лесозаготовительную технику. Большие колеса, они станут выше и шире. Это для того, чтобы можно было форвардов делать для перевозки не 11-12 тонн, а 15-16 тонн. То есть становится уже такая серьезная большая машина. Протектор ваша разработка или нет? Или протектор на колесах? Да, да. Даже патент получил. В следующем Наталья Камрова посетила предприятие по производству оборудования для добычи полезных ископаемых в нефтеюганске. Компания создает скважинный инструмент премиум-класса в России. В их распоряжении более 80 станков. И с каждым годом процесс удается улучшать. Раньше мы в шесть этапов производили эту деталь. На шесть разных станков носили. Сейчас на этом станке мы делаем за один раз. Продукцию предприятия применяют не только на территории России, но и за ее пределами. Промышленники заранее перешли на отечественные комплектующие, поэтому уверены, что скоро поставок станет больше. Также здесь производят полный спектр скважинного оборудования для сервисных нефтяных компаний. Более 50 наименований. Есть еще наша инновационная разработка. Это гидравлический вибрационный инструмент. Все ноу-хау, весь секрет – это начинка этих корпусов. То есть он сможет работать при более высоких температурах, в более агрессивных средах. Потенциальный заказчик высоко оценил результаты испытаний и намерен внедрять это оборудование. У нас прошел первый этап промышленных испытаний на объектах заказчика. Были выявлены некоторые нюансы, конструктивные особенности. Сейчас у нас уже утвержден перечень неупреждающих мероприятий. Мы движемся по плану. А еще глава региона посетила участок механической обработки «Югорский машиностроительный завод», где пообщалась с сотрудниками предприятия. Кроме высокоточного производства, Наталье Камуроя показали пальму, для роста которой используют инженерный подход. Обратите внимание, за это время, за полгода, она сильно вымахала. Нам будет холодоносец? Ну мы прорабатываем такой проект. Я надеюсь, что будут маленькие бананчики. Итог «Югорского промышленно-инвестиционного форума» очевиден. Округ вновь подтвердил безусловную привлекательность для вложений. Сегодня в «Югре» реализуется более 400 инвестиционных проектов, а будет еще больше. У команды региональных управленцев под руководством губернатора есть понимание, как и куда двигаться дальше. Как создавать рабочие места, новые производства. Сейчас это крайне актуальная задача. Идет трансформация всей экономики страны. И у «Югры» есть все шансы стать драйвером этого процесса. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова